дорогие друзья всем привет здесь у меня прекрасные две такие сестренки они хотя и разные на первый взгляд но очень близкие по своей сути и духу отправятся они у меня вот сюда вот в угольный гриль master touch premium вебер сегодня привез мне для того чтобы я их закоптил об этом гриле вы можете почитать на сайте ссылочка внизу в описании там есть и различные другие очень посмотрите может вас еще заинтересует но не просто закоптил у меня еще важная цель мало того что я хочу попробовать на вкус две разные курицы я хочу понять как простая магазинная бройлерная птица ведет себя после одинакового приготовления и чем будет отличаться но вернее вес меня интересует вес потому что и мы повара и вообще все вокруг твердят о том что все заводское ерунда пичкают всякими как это называется жидкостями туда для того чтобы вес увеличить вот я сегодня взял дай мы повара тоже так говорим вроде как берите все фермерская и вот и сегодня хочу проверить фермерская желтенькая такая она вроде как сухая перышки даже тут пеньки кит торчат клеймовано накрыть вот на этом крыле вон она с татушечкой с такой вся симпатичная с рынка и продавцы говорят да это все ферма наша ферма и вот такая вот синенькая обычная по весу они равны это килла 720 это килла 750 разница в 30 граммов но это не так важно важно цена вот эта курица стоит 120 рублей за килограмм вот это стоит 300 рублей за килограмм про смесь специи я не буду говорить здесь я сам намешал во первых травы различные тут есть томат чили соль и в общем пахнет это вкусно мне я коптить буду мне конечно не принципиально вообще специи но пусть чуть-чуть изнутри у нас будет как бы некий вкус копченка конечно все забьет моя любимая трава ну в смысле приправа для курицы это тимьян смешанный вместе с орегано на мой взгляд это вообще прям идеальное сочетание значит насыпаем сюда и сюда и обязательно вовнутрь вот вовнутрь и сюда вовнутрь вот так все теперь легкий массаж легкими массажными движениями вот так ляшечки нужно помассировать ляшечки о супер супер как вот так вот магазинная курица приобретает вкус фермерская курица усиливает вкус и это же ляшечки массируем массируем ну так звучит в теории во всяком случае проверим в конце как у нас будет все обстоять таком и контрольный замер не произвели да класс вот у это очень тонкая кожица у это какая-то она по плотнее и каким-то кожными витаминами наверно подкармливают типа кожей волосы ногти когти все должно быть плотно ставлю на весы на на всякий случай тара одинаковая чашки видите одинаковые полностью поэтому я думаю что у нас здесь никакой погрешности не будет киловосемсот тридцать 5 киловосемсот девяносто восемь так кило девятьсот это значит разница у нас 65 граммов 65 граммов запомнили на 65 граммов заводская меньше чем ну типа фермерская дам назовем ее так фермерской пусть она ночь маринуется и та и другая а я быстренько значит разожгу выбор смотрите какая штука внутри есть кольцо есть режим с помощью которого очень круто коптить здесь как бы производитель помогать тебе подстроиться типа будем коптить значит вот это кольцо для того чтобы уголь не рассыпался по сторонам в начале следует засыпать уголь не разожженный я подбирал слова все думал как он называется не разожженный не разожженный уголь вот этот уголь не разожженный нужно растащить по краям теперь мне понадобится щипа которую нельзя ни в коем случае мочить это во первых во вторых рука не провозь я насыпаю на уголь как раз которую меня не разожженный во время того как будет подгорать значит уголь и будет сыпаться туда горячий пепел там будет она тоже тлетний и поэтому все как бы в рамках но ничего такого высыпалась и высыпалась между решетками вообще никаких не вижу проблем в этом значит для чего я оставляю серединку а вот для чего теперь я беру стартер в котором у меня разожженные угли и насыпаю разожженные угли уже готовые до серединку отлично вот смотрите вот это небольшое количество угля она нам что дает тот уголь начнет расширяться разжигая соседний уголь и у нас процесс увеличения температуры и вообще как бы прогрев будет постепенный сюда сверху ставим отсекатель который не будет давать прямого жара видите там на щепу попало раз и огонь у нас да нам нужно это предотвратить поэтому отсекатель у нас изолирует а вот эта вот штука опа и ставим вот сюда теперь две наших птички невелички отправляются на центр так сказать гриля смотрите вот они мы видим что вот у этой грудь пошире она такая помощнее а это такая изящная синенькая симпатичная изящная заводская курочка все дыма достаточно температуры температура здесь до самое важное чуть не забыл внизу есть задвижка да у которой есть три режима один режим закрыта вот так вот полностью закрыта нижняя часть снизу нет поддувала никакого есть режим копчения когда открыто частично немножко да и режим полностью открытого ставим режим копчения и приоткрываем сверху дырки не полностью знаете а чуть-чуть чтобы была циркуляция потому что если в коптильне нет циркуляции значит весь канцероген падает на тот продукт который мы коптим и мы что получаем мы получаем либо горькую корку а во всех остальных случаях получаем огромное количество вредных веществ внутрь так вот возвращаясь к мокрой щепе почему нельзя мочить вода начинает испаряться и оседать вот этот влажный то есть вот эта вода на щепе помогает как бы канцерогеном садиться на продукт так мы тоже по сути знаете тут сейчас начнем я я уже предвижу там миллион комментариев на тему того что на вот все когда все копченое в принципе да как бы считается не очень полезным но давайте мы снизим количество канцерогенов и будем делать все правильно ну так же будет вкуснее и красивее я вот эту штуку оставляю на час нет давайте на полтора часа потому что температура щадящая все прогревается прокапчивается а потом мы взвешиваем и смотрим сколько потеряла та курочка и сколько потеряла это ну что ж полтора часа истекли температура конечно поднялась чуть выше чем я планировал до 150 градусов но в общем-то я и собирался пожарить курицы в элдан у нас же должен быть чистый эксперимент потому что с помощью сувида можно вообще там большую часть воды удержать у нас нет цели удержать воду у нас есть хорошенечко закоптить для того чтобы они нам дали какой-то результат о не понял хорошенько не подкопили что в очках даже не видно куриц так в очках не видно куриц все классно на отсекатель капает жир жарится коптится специи сейчас я их протру вид у них вообще шикарный шикарный вид так давайте сразу будем мерить первая курица лоста которая из магазина спинка чуть пристала ничего страшного кило 295 кило 295 так а это у нас ухты супчик внутри а здесь кило 490 так закрываем гриль значит это примерно фермерская курица похудела на 300 граммов а это похудела на полкило ну 200 граммов разница в общем как ни крути честно я ждал там что будет прям вообще из серии там килограмм нет не так все печально как планировалось до запах копчения шикарный теперь нужно их аккуратно протереть чтобы лишние специи убрать многие даже говорят для того чтобы получить копченую курицу не нужно ее мариновать в специях она и так будет хорошая блин мне пофиг честно вам скажу некоторые говорят от специи белые пяточка появляются да ну и чё классно со специями вкуснее единственное что они потом превращаются в мусор ну и что они отдали все самое ценное и вкусное просто великолепно уже сок тут подтекает надо было дождаться пока они остынут а потом взвешивать великолепно вот это фермерская до курочка шкурка плотная а это магазинная шкурка мягенькая уже морщиница стала а с этой курицы ты продолжает течь а с этой ничего не течет с этой уже все вытекло прикинь ну по упругости они вот по одинаковые ляшечки здесь помельче здесь потолще там при одном и том же весе они смотрите по объему разные вот эта кожа как будто бы суховатая а у этой вот она глянцевая у фермерской кожа выглядит какой-то более матовой в ней то ли меньше жира то ли жир сюда не выходит наверх а у магазинной смотрите она как это глянцевая стала жирненькая он и так пробуем крылышко да зачем тут нож читая взял нож думаю надо резать вот смотрите все довольно просто да немножко специй соли забросили полтора часа с температурой на чуть-чуть поиграть может быть 150 многовато крылышко такое был волда я сейчас пробую магазинную курочку теперь крылышко от фермерской курочки текстура мяса другая ну думаю что от кормежки зависит то есть она сочнее мягче хотя кожица ну подсохла тоже такая хрустящая местами если вы сделаете детям такие крылья вернее не так если вы сделаете своему мужу вот такие крылья он навсегда завяжет с этим на куриным фаст-фудом гениально все очень просто вкус потрясающим кожица хрустящая здесь и здесь но только здесь крылышко видимо из-за того что она чуть чуть меньше вода ушла мясо суховатое здесь при всем том же вот я говорю объем здесь кажется как будто на больше а по весу вообще идентичны плюс 60 грамм да да ну только одна похудела на 500 другая на 300 почти в два раза в разнице здесь крылышко сочнее вот несмотря на то что сок продолжает течь мясо само по себе сочнее крылышко сейчас посмотрим что дальше будет так нога как мы мечтаем в этих в кино в различные знаете правительства викингов разорвали курицу мясо белая кожица я просто люблю курсу некоторые говорят калории все девушки им филе подавай бесхоже е-мое вот где была водичка она вся потекла салфетки и салфетки эту меру сочная но я понимаю как повар что стоит и остыть она перестанет быть сочной станет суховатой это чувствуется сейчас потому что я понимаю много воды вышло здесь ничего не осталось из-за копчености конечно это очень вкусно теперь курица фермерская есть конечно тоже тонны воды ну сока и меда или может воды и и даже когда отламывая чувствуется что здесь она такая знаете по помягче что ли ну да другая текстура мяса конечно сама по себе на порядок сочиняю вот мясо разное да казалось бы как определить вода я фиг знает вот когда только сравниваешь тогда понятно вот здесь у фермерской видимо из-за того что больше воды осталось она знаете кусаете она такое мягенькая нежная а у этой магазинный воды меньше она чуть-чуть суши и кажется что мясо знаете как трухлявый пень такое какое-то рыхлое и нету вот этой упругости которую создает вода вот эта курица мне напоминает если бы у нее еще вкус был вот такой промаринованный как маринуют курей гриль на казанском вокзале я думаю что вот по текстуре она была бы вот идеально вот такой а если бы это был мой личный ресторан два на два в котором бы стояла такая карусель в котором крутились вот такие курочки конечно у меня был бы вот такой вкус и такой цвет такая текстура мяса я не знаю есть ли смысл пробовать грудку я вообще грудку не люблю но надо ковырнуть чуть-чуть посмотреть да что там у нас срез экспериментальный срез с курочки а с образца номер один как говорят в контрольной закупке а вот грудка из нее течет ручьем она конечно сочная просто она видимо находилась сверху только верхний жар ее окучивал и она получилось но потерял меньше всего воды классно конечно о рожь брызжет смотри течет он фонтанирует фонтанирует капли счастья и удовольствия да тут ничего надо думать берем мясо смотрите видите из него течет прямо на руку конечно гораздо сочнее сок остался почему почему так произошло что этого эту курицу кормят какими-то приправами которые удерживают воду не знаю а может быть как раз таки фермерская накачанная а вот это не накачанная из которой вода раз и вышла вся об это держится и курица уже скажем так но не не во первых не горячая ведь рука как долго терпит это кость температуры то есть там нечего ниоткуда в воде там выливаться она и льется и льется вывод такой мы конечно повара можем приспособиться готовить и такую и такую курицу и такую чаще всего мы в ресторанах встречаем вот такую потому что все хотят низкую себестоимость поэтому по 120 рублей килограмм такая доступная цена по 300 рублей килограмм это уже эксклюзивчик но этот эксклюзивчик имеет при всех равных условиях лучшую текстуру больше воды и вид у нее даже другой какой-то вот видите кожа по-другому себя ведет вкус у этой тоже куриный как и у этой одинаковый маринад одинаковое количество дыма одинаковое копчение вот из-за воды которая есть внутри вода ведь образует бульон поэтому когда у тебя сочная курица у тебя ко вкусу мясо прибавляется еще вкус этого бульона а здесь у тебя только вкус мяса конечно это вкуснее получается по сути чем это потому что здесь больше влажность но цвет мяса почти такой же грудку от мы видим ну тоже самое цвет кожа только до желтая становится но вроде как там кукурузой подкармливают еще чем-то для себя я покупал вот такую вот да дороже да не часто можно себе это позволить но я ведь и каждый нем курицу в любом случае выбирать вам я ли всего лишь произвел некий экспериментальный анализ понял для себя что вот это для дома бросил испек вкусно с этой нужно работать это тоже съедобная курица не могу сказать что здесь как-то там пахнет чем-то каким-то фосфатом или чё это ниже ничего не пахнет это тоже вкусная курица нужно уменьшить температуру уменьшить чуть-чуть время постараться оставить влагу все внутри да не выдавливать ее оттуда перед подачей можно ее смазывать какими-нибудь соусом хой син она будет похожа на пекинскую утку по цвету если вы сделаете вот так вот да еще и замаринуете с азиатскими специями то будет курица по-пекински в общем все в рамках адекватного все вкусно все классно но я выбираю вот эту вот фермерскую короче вот так все пока ставьте лайки подписывайтесь смотрите мой канал я с вами